События итоги дня на областном телевидении. Мы продолжаем. Сейчас будем говорить о том, как лечат больных коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге. У нас на связи будет 40-я больница. Но вначале о ситуации на сегодня. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области за последние сутки увеличилось на 84 человека. 78 из них – пациенты и сотрудники городской больницы номер 1 Екатеринбурга. Учреждения закрыты на карантин. Всего же, по официальным данным, на Среднем Урале на 21 апреля 233 инфицированных. 60 человек вылечились и покинули медицинские учреждения. В России общее число заболевших превысило 52 тысячи. И у нас на связи Юлия Москалева, заведующая приемным отделением инфекционной службы 40-й больницы. Юлия Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что нашли время пообщаться с нами и с нашими зрителями. В целом, ситуация в больнице какая? Вы знаете, в целом ситуация рабочая. У нас рабочий режим работы. Мы работаем на моноинфекцию, как госпиталь на ковид-инфекцию. Поэтому мы все мобилизированы и мы все готовы к работе. Сколько сейчас больных этим вирусом у вас и в каком они состоянии? Вы знаете, вообще в ежедневном режиме данной информации мы отправляем всевозможные инстанции. На сегодняшний день у нас всего прошло чуть больше ста человек. Учитывая население нашего города, если мы будем считать примерно миллион шестьсот, то это даже меньше 0,1% количества инфицированных пациентов. И из этого количества больных на сегодняшний день больше 60% это пациенты, которые перенесли заболевание в удовлетворительном, в легких формах. То есть они находятся на сегодняшний день в удовлетворительном состоянии. Примерно 30% это средней тяжести, ну и примерно около 12,5% это тяжелые формы течения ковид-инфекции. Но запас покойком, насколько я понимаю, у вас еще есть? Вы знаете, запас покойком у нас, совершенно верно, я подтвержу, вашу информацию, он есть, он существует, он находится в постоянном мониторинге и каких-то опасений у нас у инфекционистов нет на сегодняшний день в этом вопросе. Достаточно ли у вас аппаратов ИВЛ, о которых все это время говорят? Вы знаете, да, об этой информации все время все говорят, и я ее подтвержу, у нас все достаточно, все в достаточном количестве, и мы, в принципе, все оснащены. И мы были уже готовы к данному ситуации, еще когда только ситуации, первые звоночки были в КНР. То есть, когда только все СМИ озвучивало ситуацию в Китае, мы уже тогда были, как инфекционная служба, готовы к принятию таких пациентов. Ну и где-то врачи жалуются на то, что им не хватает индивидуальных средств защиты, как у вас с этим всего хватает? Ну вы знаете, это мифы абсолютно точно, могу сказать, по крайней мере, по нашему лечебному учреждению. Я еще раз повторюсь, что у нас организована работа на высочайшем уровне. Мы вообще не в первый раз встречаемся с особо опасной инфекцией. Я повторюсь, я уже давала интервью в другие источники. Мы работали, имели опыт работы и с сибирской язвой, и с тулеремией, и в постоянном режиме работаем с гемеррагическими привозными лихорадками. Поэтому наша работа организована, и мы, это не просто какие-то слова, это реальная констатация факта на сегодняшний день. Юлия Николаевна, а как организовано, в принципе, лечение этой болезни? Ну все же под богом ходим, чтобы мы, по крайней мере, представляли, что нас, не дай бог, конечно, может ожидать. Вы знаете, в принципе, наша работа, она ничем не отличается от работы, если бы это был пациент, условно, если мы говорим, не ковид, да? Если бы мы работали с каким-то другим пациентом, допустим, с пациентом с острой кишечной инфекцией или с пациентом с геморрагическим синдромом каким-то. То есть это пациенты, у нас организована работа как обычный рабочий день. Мы приходим на работу, мы осуществляем осмотр пациентов, ведем дневники. То есть жизнь наша, в принципе, она не меняется. Она у нас меняется только в том случае, что отягощен процесс немножечко тем, что более длительное время уходит на одного пациента. И это связано с тем, что мы тщательно к этому вопросу подходим, мы работаем в средствах индивидуальной защиты, поэтому уходит дополнительное время на то, чтобы снять этот костюм, одеть этот костюм, снять этот костюм. А в принципе жизнь наша, она ничем не отличается, если бы мы работали с какой-то другой инфекцией. А сам ход лечения, насколько я понимаю, специфического лечения нет? Вы правильно отметили, специфического лечения нет, но этиологического лечения, то есть лечение, которое было направлено на сам вирус, коронавирус. Но на сегодняшний день существуют регламентированные определенными нормативными документами схемы лечения, методические рекомендации для определенных групп риска, определенных стадий заболевания. То есть легкие формы мы лечим определенными группами препаратов, средней тяжести тоже определенные группы препаратов. То есть все очень четко прописано и регламентировано. И в правом, в левом нам не позволительно. То есть мы четко ориентируемся на эти показатели. А тяжелые формы с ковидом, это что? Это пневмония или что-то другое? Тяжелые формы с ковидом, как вы правильно говорите, это пациенты, у которых есть легочное поражение. И тяжесть в данном случае будет зависеть как от группов риска пациентов, а в группу риска у нас входит возраст пациента. В группу риска входит наличие сопутствующей патологии. В группу риска входят пациенты с иммуносупрессивным состоянием. То есть когда есть дефекты иммунной системы. Вот это все группы риска. И в данном случае тяжесть будет зависеть от объема поражения легочной ткани. Правда ли, что сейчас стало больше молодых пациентов с тяжелой формой? Вы это наблюдаете? Я не сказала, чтобы стало больше. Я могу сказать о том, что мы встречаем пациентов как клиницист. Я вижу не только пациентов старше 65+. У нас есть пациенты и младше этого возраста. Но, как правило, эта категория пациентов все равно более благоприятно переносит свое заболевание. Юлия Николаевна, от вас хотелось бы услышать симптомы, начальные заболевания какие, чтобы мы могли к себе прислушиваться и, если что, звонить врачам. Потому что сейчас же передача началась уже у нас в популяции, не только привозная. Вы все правильно заметили. То есть вирус уже вышел. Если раньше мы ориентировались все-таки на пациентов, которые приехали из стран неблагополучных по ковид-инфекции, то на сегодняшний день, да, мы констатируем тот факт, что вирус циркулирует на территории Российской Федерации, в том числе на территории города Екатеринбурга. Каких-то специфических симптомов данная инфекция не имеет. То есть она протекает как банальная респираторная инфекция. То есть те же самые симптомы, как при гриппе, как при любом сезонном респираторном вирусном заболевании. То есть это может быть, обращая внимание на температуру, на какое-то недомогание, ломоту, дискомфорт, сухой кашель. И самое подозрительное, когда стоит акцентировать внимание, это ощущение тяжести за грудиной. Вот когда человеку сложно вдохнуть, это уже вот характерный какой-то патогноматичный специфический симптом данной инфекции. Я бы так ориентировалась. Ну то есть если чихнул, то это не очень страшно? Это, понимаете, если чихнул не страшно, не надо сразу же бежать и вызывать скорую. Мы сейчас должны ориентироваться на то, чтобы соблюдать все меры, которые делаются для нашего города и для нашей страны. То есть люди находятся на карантине, люди находятся на самоизоляции. Если у них появляются первые симптомы респираторного заболевания, ни в коем случае не нужно бежать куда-то. Сейчас эта система мониторинга очень хорошо выстроена. То есть вы звоните на горячую линию, к вам приходит терапевт и осматривает вас доктор и уже принимает на месте решение. Ни в коем случае какой-то самодеятельности, самостоятельности в этом вопросе принимать не нужно. И никуда ходить с данными симптомами заболевания тоже не нужно. То есть ваша задача, если появились данные симптомы, вызвать на дом врача. Можно ли говорить о последствиях болезни, потому что опять же в интернете пишут всякое, там у кого-то 30% легких осталось, у кого-то что-то еще. Ну я соглашусь с вами, что в интернете пишут очень много, сейчас очень много специалистов, фирусологов, генетиков, которые рассуждают об этом заболевании. Я как инфекционист со стажем роботом около 20 лет могу сказать, что здесь, опять же повторюсь, необходимо говорить о легочном поражении. То есть последствия такие же, как при течении тяжелых пневмоний. И опять же здесь играет огромную роль сопутствующая патология, возраст пациента и вот эти факторы, на которые всегда ориентируется любой клиницист. Вы можете прокомментировать ситуацию в первой городской больнице, почему там произошла вспышка, если знаете, конечно. Ну это очень провокационный вопрос, сразу расскажу. И я считаю, что это не совсем адресный вопрос. Это работа и организация работы конкретного лечебного учреждения. Я могу сказать, как у нас организовано в моем учреждении. Еще раз повторюсь, это целый комплекс мероприятий, это не просто какие-то слова, а реальный комплекс мероприятий, которым люди готовятся, которые люди соблюдают. Допустим, все медицинские сотрудники в моем отделении, в нашей службе, они проходят, у нас существует такая книга здоровья, то есть у нас допускаются врачи только после того, как их оценят состояние здоровья. У нас в еженедельном режиме сдаются тесты, у нас соблюдаются все меры занации, и в том числе одевание средств индивидуальной защиты. Это правильно, так и должно быть везде, во всех лечебных учреждениях. Ну и самое последнее, коротко, если можно, прогноз по срокам эпидемии, когда она начнет заканчиваться? Ой, вы знаете, это вообще делать прогнозы, это неблагодарное участие. Я понимаю. Но на мой взгляд, и на взгляд, я думаю, что мы ведь все с вами смотрим статистику, мы все с вами умные люди, и даже медикам не нужно быть. Сейчас идет рост заболеваемости. Рост заболеваемости как в Екатеринбурге, так и в Москве. А мы вообще отстаем от Москвы на 2-3 недели. Что значит рост? Это значит, каждый день у нас идет поступление новых пациентов. И каждый день, с каждым днем количество пациентов увеличивается. Если мы говорим с вами о плато, которое все ждут, это такой период, когда на одинаковом уровне количество поступивших за прошедшие и наступившие сутки. То есть пока нам этого ждать очень рано. Я думаю, что по ближайшим прогнозам это конец мая, может быть, начало июня месяца. Не порадовали, но что делать? Спасибо большое, Илья Николаевна, за это интервью. Мы продолжаем сразу после рекламы, расскажем, как защищать права потребителей в эпоху коронавируса.